последние годы стали настоящим подарком для поклонников фантастических сериалов при этом удивляли и поражали не столько ожидаемые экранизации и громкие имена сколько масса талантливых и простых историй и если вы еще не все посмотрели вот несколько наиболее интригующих проектов одни из нас это экранизация одноименной видеоигры которая в далеком тринадцатом году изменила индустрию и заразила многие студии вирусом взрослой истории об отношениях отцов и детей действие происходит в недалеком будущем когда человечество подверглась атаке смертельно опасного вируса превращающие людей в зомби америка разрушена а бандитские группировки ведут борьбу за остатки цивилизации лидеры цикад уверены что только вакцина сможет стать панацея от вируса поработившего человечества поэтому они поручают контрабандисту доставить 13-летнюю девочку обладающую иммунитетом в университет колорадо для исследования и производства вакцины но на пути к цели героев ждут десятки неприятных встреч и множество испытаний здравствуй будущее apple tv продолжает поставлять зрителям крупно бюджетные сериалы интригующий выглядит и новый проект платформы научно-фантастический сериал с билли крудапом в главной роли действие разворачивается в мире ретро будущего очень похожего на 1950-е годы где машины парят воздухе школьники летают на реактивных ранцах а собак выгуливают специальные роботы главный герой предлагает горожанам заглянуть в будущее и приобрести недвижимость на луне однако новому продавцу кажется что его босс что-то скрывает несмотря на невнятный синопсис работа выглядит качественно яркие ретро костюмы огромные декорации и спецэффекты высокого уровня которым попросту не придраться экстраполяции сериал антология посвященный изменению климата и его последствиям это животрепещущая драма состоящая из восьми эпизодов каждый из которых рассказывает историю о том как глобальное изменение климата на планете влияет на повседневную жизнь людей когда природа больше не может самостоятельно бороться с последствиями человеческой деятельности перед каждым жителем земли встает непростая задача действовать пока еще есть шанс что-то изменить большая часть рассказов сосредоточиться на науке и на том как заставить людей принять этот факт можно лишь с уверенностью заявить что все эти последствия мы переживем вместе с нашими мечтами проблемами и на дальнейшую жизнь цитадель американский научно-фантастический сериал созданы патрика мараном и братьями руссо с ричардом мэдденом в главной роли проект должен стать началом новой франшизы где помимо уже заказного второго сезона будут локальные спин-оффы снятые в италии и индии цитадель расскажет о том как тайное общество мантикора уничтожило международное шпионское агентство чтобы свободно управлять миром несколько агентов цитадели умудрились сбежать но потеряли память теперь им предстоит уйти от преследования найти коллег и спасти мир в общем если вам вдруг не хватило недавнего серого человека то братья руссо приготовили динамичный экшен-триллер и очередную шпионскую историю укрытие научно-фантастический сериал созданный грэмом йоста на основе одноименной серии книг юхоуи проект рассказывает о постапокалиптическом будущем где человечество спустилась на несколько миль вглубь под землю чтобы скрыться от токсичного воздуха на поверхности теперь они живут в гигантском бункере уходящем на сотни этажей под землю никто из них не знает когда и почему был построен этот бункер но любой пытающийся выяснить это сталкивается с фатальными последствиями день за днем обитатели безропотно подчиняются устоявшимся правилам главное из которых никогда не выходить из бункера главная героиня рибэка фергюса начинает расследовать убийство близкого человека и обнаруживает то что ей не следовало знать миссис дэвис еще один фантастический сериал но на этот раз от создателей теории большого взрыва и остаться в живых в центре сюжета окажется обычная монахиня сестра симона она вступает в непримиримую борьбу с ультра современным искусственным интеллектом по имени миссис дэвис который хочет поработить человечество войне ей помогает бывший парень у которого есть свои причины уничтожить миссис дэвис проект играет обстоятельствами и приемами а иногда и затягивает события но всегда остается дико развлекательным эпиком зрители отмечают что получилось очень странная и ни на что не похожая смесь научной фантастики и абсурдной комедии задача трех тел китайский сериал по одноименному фантастическому бестселлеру люци сыне история вращается вокруг ученых во времена культурной революции и в начале 21 века пока они совершают открытия военные спецслужбы приходят к выводу что кто-то или что-то пытается затормозить научно-техническое развитие человечества по мнению авторов зрелищность сериала стоит на уровне с легендарным вавилон 5 а по своей научности уровень намного выше проблемы затрагиваемой в произведении задача трех тел созвучной ситуации которая сложилась в сегодняшнем мире когда решение масштабных проблем требует участия всего человечества к сожалению безумно уничтожающего все вокруг секретное вторжение это первый сериал нового этапа в развитии марвел шестисерийник расскажет о неке фьюри который раскрывает страшный заговор оказывается меняющая форму раса скруллов вовсю обосновывается на земле под видом людей фьюри обеспокоен судьбой человечества поэтому собирает новую команду чтобы остановить вторжение почти все сериалы марвел на бумаге выглядят интересно развитие второстепенных персонажей интригующая завязка концепт на стыке далеких от киновселенной жанра но в действительности они все оказываются самыми обычными блокбастерами марвел хочется верить что у создателей проекта получится сделать драматическое шоу где полноценно раскроется и герой джексона и заявлены нуарно параноидальный сюжет периферийные устройства новый научно-фантастический сериал от создателей мира дикого запада и основанный на одноименном романе уильяма гибсона автора нейроманта сюжет вращается вокруг девушки по имени флинн фишер которая работает в 3d типографии и тестирует вир игры однажды с помощью вир устройства девушка попадает футуристический лондон и постепенно осознает что окружающий ее мир не игра а подлинный город будущего теперь героине предстоит выяснить что стоит за этим случайным открытием и в случае успеха создатели точно возьмутся за вторую и пока что не вышедшую третью часть трилогии гибсона андер действие сериала будет происходить до событий картины изгой-1 звездные войны истории в центре сюжета будут приключения опытного и неуловимого разведчика кассиана андера в годы формирования сопротивления в то время когда люди и целые планеты все больше вовлекаются в восстание против империи кассиан попадает водоворот интриг опасности и обмана и отправляется путешествие которое превратит его в легендарного героя мятежника сценарист тони гилрой признался что согласился участвовать в проекте только потому что ему разрешили сделать нетипичную для франшизы историю об обычных работягах и представителях среднего класса хочется верить что желание отпустить наконец-то семейство скайуокеров и исследовать просторы необъятной вселенной даст свои плоды параллели это новый французский сериал от дисней плюс о четырех друзьях подростках которые на одной из вечеринок случайно оказываются в параллельных мирах и в разных временных промежутках где в одном из исследовательских центров проходит тестирование крупнейшего коллайдера элементарных частиц героям предстоит понять что именно произошло и найти способ вернуться в свой изначальный мир по атмосфере это типичный подростковый сериал но с отличным заходом на сайфай ну и сеттинг здесь вполне симпатичные поскольку события происходят на фоне заснеженных горы лесов параллели это необычный научно-фантастический проект на тему временного парадокса сюжет которого не так прозрачен как изначально может показаться ночное небо американский научно-фантастический сериал где главные роли в нем исполнили лауреаты премии оскар сиси спейсик и джейка симмонс сюжет восьмисерийного шоу рассказывает историю пожилой пары где они обнаруживают на заднем дворе таинственный портал ведущий на пустынную планету на протяжении нескольких лет супруги хранят место в тайне от всего человечества однако привычной жизни героев приходит конец когда на пороге их дома появляется загадочный незнакомец юноша появляется практически из ниоткуда и не только ставит под угрозу их общую тайну но и кардинально меняет представление о ее происхождении сериал придумал и написал новичок холден миллер зато за постановку эпизодов отвечают опытные режиссеры лауреат оскара хуан хосе компаньело тайна в его глазах и дуэт шерри спринген берман и роберта пульчини американское великолепие сияющие экранизация одноименного романа южно-африканской писательницы лорен бьюкес со звездой рассказа служанки элизабет мост в главной роли роман бьюкес рассказывает о герои который живет во времена великой депрессии в чикаго и неожиданно получает способность путешествовать во времени для чего он убивает так называемых сияющих девушек ярких и молодых женщин которые берут от жизни все одна из его потенциальных жертв становится репортером в газете chicago sun times и пытается привлечь убийцу к ответственности когда же героиня переживает жестокое нападение она обнаруживает что реальность вокруг меняется всего в проекте будет восемь серий а исполнительными продюсерами выступает элизабет мост и леонардо дикаприо обе ван кеноби это новый фантастический проект о приключениях великого джедая обе ван кеноби действие сериала происходит спустя 10 лет после событий показанных фильме звездные войны эпизод 3 мисси тхов мастер джедай обе ван кеноби живет в изгнании на пустынном татуине где присматривает еще за совсем юным люком скайуокером однако обстоятельства вынуждают его выйти из тени и отправиться в новые приключения в проекте планируется всего шесть эпизодов а сам сериал будет посвящен тому что происходило со знаменитым джедаем в промежутке между третьим и четвертым эпизодом звездных войн кроме всего прочего нам обещают возвращение дарта вейдера в исполнении хайдена кристенсена над сценарием к сериалу работала джоби гарольд меч короля артура и армия мертвецов а за режиссуру всех серий отвечает дебора чоу ставившая эпизоды мандалорца звездный путь странные новые миры еще один сериал в стремительно расширяющейся стриминговой вселенной звездного пути странные новые миры одновременно спин-офф дискавери и приквел оригинального звездного пути выходившего в эфир в 66 69 годах в центре сюжета окажется первый экипаж знаменитого корабля звездного флота энтерпрайз мистер спок второй пилот по прозвищу номер один и капитан кристофер пайк вместе они отправляются в опасное путешествие по галактике в поиске новых неизведанных миров разработкой шоу занимался непосредственно алекс курсман автор таких проектов как звездный путь пикара discovery так что за соответствие общей стилистики можно не переживать жена путешественника во времени новая шестисерийная экранизация одноименного романа американской писательницы одрини феннегер где главной роли исполнили тео джеймс и роус лесли в центре сюжета окажется история чикагского библиотекаря по имени генри и его жены клэр главный герой страдает от редкого генетического заболевания поэтому в состоянии стресса он перемещается во времени так генри попадает как в прошлое так и будущее что не может не сказываться на его браке с супругой которая большую часть своей жизни проводит в ожидании свидания с возлюбленным в 2009 году роман уже переносили на большие экраны но тогда получилось слишком сентиментально поэтому сейчас фанаты книги ждут достойные первоисточника проект с уклоном в научную фантастику вторжение новый научно-фантастический проект созданный саймоном кинбергом с автором сценария фильмов о людях икс шерлоке хомсе и дэдпуле как понятно из названия речь пойдет об инопланетном вторжении при этом авторы выбрали довольно интересный способ раскрытия сюжета на землю прибывают инопланетяне и свидетелями их вторжения становятся люди из разных точек мира шериф небольшого городка в сша военный в горячей точке на ближнем востоке британский школьник и японская астронавтка где каждый из них переживает этот опыт по-своему во время создания сериала авторы вдохновлялись классическими работами герберта уэллса триллером война миров и драматической лентой вавилон история вторжения пришельцев тут нужно чтобы показать что любой человек тоже по-своему инопланетянин испытывающий чувство одиночества независимо от того если у него семья или работа лабрея еще один фантастический сериал катастрофа с интригующей завязкой история начинается с того когда в центре лос-анджелеса открывается огромная воронка затягивающая в свои глубины сотни людей зданий упавшие туда люди попадают загадочную и опасную первобытную страну где им не остается ничего другого кроме как объединиться ради выживания тем временем остальной мир отчаянно пытается понять что же произошло но все их предположения ни к чему не приводят в поисках ответов одной семье разделенной катастрофой придется раскрыть секреты этого необъяснимого события чтобы найти путь к воссоединению проект объединяет себе такие жанры как фэнтези приключений фантастика и наверняка понравится всем поклонникам подобного сюжета ковчег научно-фантастический сериал о группе астронавтов которая пытается выжить после случившейся на корабле катастрофы события сериала переносят зрителя на сто лет вперед когда земля стала непригодной для жизни человека группа добровольцев астронавтов отправляется в многолетнюю экспедицию чтобы основать первую колонию на далекой планете космический корабль ковчег один в течение долгих месяцев бороздит просторы вселенной давая надежду землянам пока не происходит трагедия которая уносит сотни жизней астронавтов на борту остается горско выживших надеющихся все-таки добраться до конечной точки и выполнить первоначальную цель черный рыцарь южнокорейцы российский постапокалиптический сериал основанный на веб-тоне ли юнгона рыцарь доставки действие сериала происходит в 2071 году в корее где из-за сильного загрязнения воздуха погибла большая часть населения в живых остался лишь один процент который обосновался в специально оборудованных подземных убежищах в новом мире главной и самой опасной профессии является доставщик так как без них люди не смогут существовать в этих условиях курьеры известные как рыцари играют важную роль в обеспечении человечества они доставляют кислород и другие предметы первой необходимости попутно защищая груз от мародеров поэтому отправляясь в поездку герой не забывает брать с собой оружие и готовится дать отпор преступникам это были фантастические сериалы и если вам понравилось это видео тогда не забывайте ставить лайки подписываться на канал ну и нажимать на колокольчик и всем удачи